Всем привет! С вами Гринья и это восьмая серия наших экстремальных похождений на леднике Пеу-Пеу. Прошлая серия у нас прошла достаточно спокойно, за исключением того, что наш главный строитель Грегори немножко загрипповал и мы переживали, что он может двинуть кони. Ну а что будет в этой серии, я пока, честно говоря, не знаю. Посмотрим. Как вы помните, я создавал отдельные склады для одежды наших поселенцев с высоким качеством и теперь у нас есть там на них определенный запас. Поселенцы меняют изношенную одежду, а мы эту одежду ремонтируем. Но процесс это долгий и поэтому давайте поставим маленький ящик с инструментами. Он сразу действует на все вот эти станки и ускоряет скорость работы за этими станками. На каждый станок может действовать два таких ящика с инструментами. Он не очень дешевый в производстве, но он того стоит. Давайте сразу рядышком два и поставим. Пускай сразу действует вот на три верстака, которые касаются здесь текстиля. Вообще я здесь, конечно, тупанул. Станки у меня изготовлены из стали, а это всего 80% скорости работы. Надо было делать их из чугуна или самый лучший вариант из алюминия. Но тогда, когда я снимал это видео, я еще об этом просто не знал. И давайте, наконец, замутим отдельные апартаменты для нашего главного ремесленника. Как раз рядышком с мастерской. Пускай здесь у нас будет жить Чиф. А то бедняга живет на данный момент в медблоке и думает, что это его комната. А там ведь, небось, и лекарствами пахнет, и шприцы валяются. Нариком станет еще случайно. Так что пускай живет отдельно в этих апартаментах. Нам не жалко, гора большая. Да, и кстати, вот что я еще забыл в ремонтном станке, как и во многих других. Есть параметр регулировки радиуса, на котором он будет искать вещи для ремонта. Ну, а в производственных станках для производства. В общем, выставляете этот радиус обязательно, чтобы он не искал вещи черт знает где. Нам надо, чтобы он ремонтировал только вот здесь вот хранящиеся вещи с хорошим качеством. Правда, конечно, справа выше он пересекается со складом, где все другое шматье лежит. Но это мы потом поправим. Этот склад мы перенесем. Грегори допиливает полы. Сейчас еще стеночки поставит. И скоро можно будет нашего Чифа заселять в новую комнату. Апартаменты. Сейчас мы его еще кроваткой порадуем нормальной. Я думаю, из шкуры муфала самое то будет. Там 130 по минимуму идет к отдыху. А если хороший строитель, то и все 160 получается. Все, допиливаем кроватку. И давайте назначаем сюда наконец-то Чифа. Получилась неплохая. Даже, я бы сказал, хорошая. У Чифа теперь новое место жительства. Тут какая-то странная миграция расхитителей произошла. Я решил по этому поводу разобраться. Они, конечно, шли мимо. Но они также могут и повернуть в любой момент. И попытаться проломиться через нашу оборону. Так что я решил, что надо их завалить раньше. Будем надеяться, что это нам не аукнется. Но что-то они, в принципе-то, и не пытаются нападать. Реально как миграция. Хотя, в принципе, они просто появились. И в какой-то момент решили ломануться через карту. Там у нас еще и варги до кучи. В общем, тут целая веселуха. Решил я их всех прикончить. И, может быть, разделать на мясо. Потому что ждать, пока они придут ко мне в гости, я лично не хочу. Давайте лучше сами к ним сходим. И на месте их разделаем. К тому же, в принципе, все достаточно удачно получается пока. Нам удается держать их на дистанции. И отстреливать издалека без какой-то угрозы для нашей жизни. Подошли чуть поближе. Сейчас перезарядимся. Как раз поближе этот гнаулер подойдет. И разделываем последнего. Теперь остались только варги. Ну и с ними будет покончено примерно так же быстро, как и с расхитителями. Главное, чтобы туши не сожрали, упыри уже не сожрут. Все, короче, разделали кучу расхитителей. Несколько варгов. И обзавелись энным количеством мяса. Теперь тащим все это на базу. Бедняги с этим перетаскиванием опять не выспятся. Ну, что делать? Суровая колония, суровая земля. Где мой большой топор? Ненавижу блох. И сейчас мы их пойдем крушить топором. О, разделали. Просто блох реально уничтожать руками иногда опаснее, чем с автоматом против гнаулера выходить. Видимо, в этой серии Рэй решила нас завалить с помощью маленьких и мерзких созданий. А не посылать на нас какие-то серьезные рейды. И не устраивать нам какое-то мясо. Ну, в принципе, я и не против. Нужно время, чтобы чуть-чуть развиться. И коли у нас это время есть, давайте приступим к строительству оборонительных сооружений. Выставим здесь стену. Организуем такие больницы. Примерно через каждые три клеточки. Так, теперь закроем это дело амбразурами. Таким образом. И теперь давайте с другой стороны поставим стену. Тоже поставим двери. Такой коридорчик получится. И сделаем внутренний дворик. То есть зону без крыши. Вот как-то так. И теперь приступим к реализации всего этого дела, так сказать, в камне. Ну, точнее и в камне, и в металле, и во всем остальном. Ну, это процесс тоже ни разу не быстрый. Так что придется подождать. Но я надеюсь, что это того стоит. И это позволит нам избавиться от массы проблем. По крайней мере, я реально на это надеюсь. В частности, от долбанных диверсантов, которые прутся постоянно не с той стороны, с которой надо. Приходится постоянно обходить их там с тыла, с фланга и так далее. А теперь у нас будет одна линия обороны. И... Так. Здрасте, приехали. Атака. Ну, и кто у нас там? Ох ты, ё-моё. Приличная толпа. Вот не могли попозже, там, через пару дней напасть. Упыри. Придется обороняться в недостроенных сооружениях. Ребята окопались в северной укрепточке. И ждем врагов. Вон, вражины уже рядышком. Выставим прицельный режим. И встречаем. Как обычно, у нас тут камни всякие валяются перед базой, за которыми можно прятаться. Ну, никакого понятия о фортификации. Ну, а самому на себя жаловаться последнее дело. Ну, что, ребятки. В принципе-то осталось уже всего ничего. Они что-то там тупят, вон, стену пытаются ломать. Опа. Задели у нас немножко Грегори. Но, ничего страшного. Разделаем, я думаю. Так, что за пожар? Я не понял. Ах ты, гаденыш. Прокрался мимо и поджег у нас склад. Так, давайте-ка сейчас мы их прикончим. Сдвигаемся назад. Надеюсь, дверь они не успеют сломать. Неприятно, но сам виноват. Надо было смотреть, что там ниже делается. А я сосредоточился на том, что происходит прямо напротив. Ага. Ну, теперь беги, беги, упыренок. Сейчас мы тебя все наказали. Не надо поджигать наш торговый маяк. Ну и продолжаем мирно строиться, наверное. Сейчас только добьем, может быть, кого-нибудь успеем. Эх. Ну, подранили одного. Ладно. Дальше к строительству. Не успели мы особо построиться. Теперь наш славный повар заболел гриппом. И надо придумывать ему кровать для лечения. Потому что еще раз переживать то, что было с Грегори, я лично не хочу. Думать, выживет, не выживет. Надо делать кровать нормальную. Давайте сделаем медицинскую кровать из меди. Тем более, что у нас как раз есть 10 медикаментов. Она дает там 160 с лишним иммунитета. И отправим Грегори ее быстренько делать. В максимально авральном темпе собрали кроватку. Так, и давайте. Так, что я сделал? Я зачем-то отменил медицину. Давайте положим нашего повара отдыхать и лечиться. Было бы еще неплохо антибиотики иметь, конечно. Можно там закинуться сразу тремя таблетками и получить большой буст к скорости выработки иммунитета. Но я думаю, что здесь нам и этой кровати будет достаточно. Потому что она хорошая. Обычно, когда есть медицинская кровать, я просто туда кладу колониста и забываю о нем. Потому что, в принципе, даже если забыть его полечить немножко. Ну, не совсем забыть полечить, а так чуть-чуть. Ничего с ним уже не случится. Иммунитет в любом случае выработается. Ну и, кстати, между делом, в последнем рейде мы захватили одного вражину. Ну, и сейчас давайте улучшим ему немножечко условия жизни, чтобы он поскорее завербовался. Давайте поставим ему сюда освещение. Точнее, ей. И я думаю, что она будет этому рада. Во всяком случае, она сможет увидеть лицо того, кто ее вербует. А то, мало ли, в темноте так и заходит. Слышь, ты не хочешь стать нашей колонисткой? Нет, не хочешь. Ну ладно. И уходит. А тут хотя бы сразу видно, нормальные люди предлагают пожить в хорошей колонии. Правда, температура воздуха минусовая. Но везде же есть свои издержки. Они там вообще в шкурах живут. А тем временем Грегори у нас уже почти достроил оборонительную стену. И это замечательно. Наконец-то мы сможем встречать вражеские рейды уже не просто в чистом поле или постреливая с какого-то уголка, а нормальной линии обороны. Не Маннергейма, конечно. Дотов нету, но тоже неплохо. Так, что у нас тут? Минус 128. Да, на улице уже минус 130. Печалька. Интересно, а как там Инга себя чувствует? Ну, та, которую мы вербуем. Ей светло, но морозно, наверное. Будем надеяться, не скопытится. Пока вроде нормально себя чувствует. Так же, как и наш больной гриппом. Давайте, кстати, пролечим. Ну, что, нормально идет набор иммунитета. Так что ничего с ней не случится. Значит, можно спокойно укладываться спать. Опаньки. Вот это поворот. Походу, док сделал не очень приятный укол нашему повару. И повар взбесился. Пошел мстить доку. И вот прямо сейчас пытается кулаками доказать доку, что уколы ему больше не нужны. Придется усмирять пациента вдвоем. Тут главное палку не перегнуть и не отправить пациента в морг. А то доктор сказал в морг, значит в морг. Нет, все нормально. Пациент выживет. Медицина, да, она такая. Что-то у нас тут совсем похолодало. Поэтому давайте-ка в хоппер наших печей положим уголь. И опять их запустим. Может хоть чуть-чуть потеплеет. Потому что в доме уже минус 128, а на улице минус 130. Жесть. Сосульки на носу, блин, при любом насморке появятся. Меня во всем этом больше всего напрягает Инга. Которая нам бы очень сильно пригодилась. Так что если она помрет от мороза, будет обидно. Нам надо увеличивать количество колонистов. Потому что в противном случае с увеличением стоимости колонии мы просто банально не сможем отбиться от врагов, которые на нас будут сыпаться. И кстати насчет врагов. Мы почти закончили оборонительную линию. Осталось буквально совсем чуть-чуть. И сможем уже отбивать нападение. И этих чуть-чуть нам не дали. Уже прется диверсия пробовать на зуб наше новое укрепление. Они еще, ну мягко говоря, недостроены. Несколько дырок конкретных. Внутри перекрытий нет никаких. Короче, будем обороняться как получится. Вооруженные силы Алисгарда готовы к обороне. В количестве целых трех рыл. Да уж. Такой обороной только смешить, а не пугать. Ну ничего, попробуем показать зубки. А зубки-то и показывать некому. Все, генерал Мороз опять победил. Ну в принципе в минус 120, 121 даже, которые сейчас на улице, это совершенно неудивительно. Что у нас тут? 90% и еще легкий. Так что вот, хорошая кровать. Это залог здоровья поселенцев. Все, скидываем оружие, чтобы оно нам не мешало заниматься мирными задачами. И расходимся спать. И снова у нашего повара сорвало крышу. И как вы думаете, кто опять виноват? Док. И это заставляет задуматься над тем, что кто-то у нас не умеет делать уколы. Ну почему иначе у повара срывает крышу после лечения дока? Теперь опять придется укладывать беднягу в медицинскую кровать насильно. Повезло, что хоть не скопытился в результате побоев. А то по теории вероятности уже мог скопытиться. Дважды уже за пару дней укладываем его насильно в кровать. Надо доку выговор сделать. А пока дрались, нам тут помидорчики прилетели. Так что давайте отправим наших ребят их собирать. Помидорчики, да с человеческим мяском. Можно просто блюдо сделать. Так что нельзя терять такую возможность. Ингу вон накормим. Сразу же в колонию пойдет. Как не по... Так, что там за блудень? Ну здрасте, приехали. Теперь еще корабль к нам прилетел. Вот только тебя нам и не хватало для полного счастья. Нет, сейчас мы тобой точно заниматься не будем. Трое из четверых наших ребят невосприимчивы к тебе. Так что иди лесом. По крайней мере пока. Выбираем очередное исследование. Давайте изучим технологии медицины. Я думаю, что потихонечку будем развиваться в эту сторону. Может быть у нас когда-нибудь появится возможность развить нормальную медицину. Если мы не сдохнем до этого от какого-нибудь гриппа или еще какой-нибудь фигни. Ну, скорее от энергокопья в пятую точку. А оборонительная линия-то уже почти готова. Осталось буквально пару блоков и все окей. Ну потом еще надо будет колючкой все это обнести. И верхнюю часть, северный бункер, закрыть тоже бойницами надо. И по этому поводу давайте добавим во внутренний дворик еще ветряков. Решим, так сказать, проблему с энергией в нашей колонии. Точнее, скорее начнем ее решать, потому что одними ветряками с ней не разделаешься. Надо солнечники ставить, а в идеале выходить на топливную электростанцию. Но, к сожалению, до нефти нам очень далеко. Она на юге. Там на полкарты надо двигаться. И надо еще продумать систему обороны каким-то образом, чтобы ее там не взорвали и чтобы как-то к ней вообще ходить. Но до этого еще далеко, к сожалению. Нам бы пока хотя бы с обороной разделаться. Ну вот, мы закончили стену. Теперь давайте выберем зоны. Зону без снега. И зачистим все, что там внутри есть, чтобы наши колонисты максимально быстро могли перемещаться. А потом в идеале еще все замостим. И потом когда-нибудь сделаем еще второй коридор, чтобы по прямой через двор проходить быстро в колонию. И зону очистки тоже добавим, потому что тут, наверное, будет много крови, кишок и всего прочего. Во время всяких боевых столкновений. Выбираем мощение камушком. Так, чем бы тут нам замостить? Моей любимой, к сожалению, аккуратной плитки нету. До нее еще расти и расти. Ну, не очень долго, но прилично. Поэтому пока случайным мощением сделаем. Ну и на этом мы завершаем эту серию. В ней мы с вами построили новую линию обороны. Мы захватили нашего еще одного будущего колониста. Я верю, что Инга станет им. К нам прилетел долбанный токсичный корабль. Точнее, не токсичный, а психический корабль. Но на него нам пока наплевать. Если вам понравилась эта серия, то, как обычно, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, заходите ко мне в группу ВКонтакте. С вами был Гринни. Всего доброго и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok